Те, кто хоть немного интересуется астрологией, знают о коридоре затмений. Один большой коридор затмений был в прошлом году, один в этом. Коридор уже закрыт, но его влияние люди будут ощущать на себе еще некоторое время. Астрологи предупреждают, в этот период люди очень эмоциональны и обидчивы, так что вы общаетесь как-то помягче друг с другом. А мыслить надо только позитивно, если вам вдруг хочется на кого-то накричать, помните, во всем виноват не человек, не обстоятельства, коридор затмений. Поэтому вздохните глубже. И если вас остановил даже сотрудник ГАИ, и у вас вдруг не оказалось техосмотра, это тоже виноват коридор. Он ушел в коридор затмений техосмотра. Он стал всему причиной. Друзья, пожалуй, такие советы можно дать на любой период. Согласна, ну а мы, Борис, с тобой не астрологи, поэтому и советовать не имеем права. Но будем исправлять. Марина Каминская пообщалась с астрологом и с нетерпением готова послушать профессионала. Смотрим. Уж и вправду звездное небо всегда манит. Оно не может не привлекать человека. Звезд там столько, сотни, тысячи. Не стоит даже и пытаться их сосчитать. Не хватит ни сил, ни времени. Хотя стремления такие все-таки были. Впрочем, они естественные, когда дело касается таинственного и неизведанного. Также понятно желание человека понять, как движутся светила и как взаимодействуют с миром земным. Видимо, понаблюдав за падающей звездой и сравнив с семейными обстоятельствами, когда-то давным-давно древний жрец увидел связь двух явлений – падающей звезды и ухода человека в мир иной. Иначе как объяснить распространенное на весь мир суеверие или легенду о том, что звезда – это отражение души человека только на небосводе? Удивительно, но этот миф, эта легенда, эта суеверия, как угодно можно назвать, живет до сих пор. Верить или не верить этому – тут уж дело каждого. Чего же ожидать от предстоящей недели, какие светила выйдут на аванс-сцену и как проявят свой характер, предлагаю прямо сейчас послушать прогноз от астролога. Сегодня мы расскажем зрителю о том, какие астрологические явления будут происходить на небе с 28 января по 3 февраля. Итак, сегодня у нас Солнце продолжает находиться в знаке Водолея. А что это значит? Это значит о том, что хорошо ходить друг к другу в гости, изучать новую информацию и применять тут же ее на практике. Сейчас, возможно, будут идти хорошие идеи, и поэтому необходимо, скажем, побольше креативить и проявлять творчество. К концу недели не затевайте важных дел. Вибрации убывающей луны будут плохо благоприятствовать этому. Скорее здесь будет хорошо завершать старые дела, чем начинать новые. В субботу и воскресенье старайтесь избегать общественных мест. Постарайтесь уделить свое вечернее время, выходные дни, семье, своим близким и родным. Пытаясь дать себе какую-то характеристику, мы часто говорим «я козерог», «я телец», «я скорпион». И не догадываемся, что выражение это не совсем верное. Правильнее говорить «у меня Солнце в тельце» или «у меня Солнце в скорпионе». Солнце бесспорно имеет головенствующую роль. Однако влияние на человека оказывают и другие небесные объекты, которые в момент рождения человека оставили свой характерный след. В этом убеждены астрологи. Ну а пока давайте поговорим, что подскажет Солнце, с чем придется столкнуться на этой неделе каждому знаку из 12 зодиакальных созвездий. Овны, удача будет с вами, главное верить в свои силы. Постарайтесь уйти в тень, не ссориться с коллегами и не затмевать собой окружающих. Тельцы, напряжение спадает, но это не значит, что вы отдохнете. Время удачно для бизнеса и сделок. Личные отношения будут на высоте. Близнецы, для личных отношений время не лучшее. Держите под контролем свои эмоции. На работе вас ждут перемены, есть возможность получить помощь от значимых особ. Раки, желательно отложить денежные вопросы. На работе вас могут ждать перемены, уделите внимание отдыху. Львы, стоит уделить внимание своему настроению и позитивному настрою. Фортуна представит вам шанс в виде удачной сделки или вложения. Девы, обратите внимание на здоровье, не забудьте о помощи окружающим. Будьте внимательны в обращении с техникой. Весы, следите за своими эмоциями. Отвлечься и выйти из ситуации вам поможет забота о других. Скорпионы, стоит обратить внимание на сферу отношений. Будьте внимательны. Старайтесь занимать активную позицию на работе и удача вам улыбнется. Стрельцы, энергия будет бить через край. Обратите внимание на отношения с близкими и разногласия уйдут сами собой. Козероги, вас ждет серьезная деловая неделя. Будет возможность получения прибыли. Планируйте свой бюджет и контролируйте расходы. Водолеи, прилив сил, удача и обаяние ждут вас. Стоит приложить силы к учебе. Рыбы, обратите внимание на свое самочувствие. Помните про отдых. Уделяйте время себе и семье. Сии светило, как живые очи. Глядят на сонный мир земной. Это все о них, о тысячах небесных объектов, освещающих путь человека в ночи, писал в своем стихотворении русский поэт Федор Тютчев. Ну а мне остается пожелать, пусть предстоящая неделя в вашей жизни будет такой же яркой, как свет горящих звезд. Редактор субтитров А.Семкин